Большинство электрических генераторов вырабатывает переменное синусоидальное напряжение, а заметная часть приборов требует для питания постоянного напряжения. Прибор, преобразующий переменное напряжение в постоянное, называется выпрямителем. Полупроводниковый диод пропускает электрический ток в одну сторону, а в другую не пропускает. Так что в простейшей схеме выпрямителя можно использовать один такой диод. В эту сторону ток идет, а в обратную не идет. Соберем выпрямитель на одном диоде. Переменное напряжение с частотой 1 Гц подано на две входные клеммы. А к двум выходным клеммам подключен вольтметр. Мы видим, что диод срезает половину синусоиды и на выходе получается пульсирующее напряжение одного знака. Поставим в качестве нагрузки галогенную лампу. Она тоже мигает с частотой 1 Гц. Выпрямитель работает, но при этом половину времени ток через нагрузку вообще не идет, и половина электрической мощности пропадает зря. Чтобы выпрямитель пропускал ток в течение обоих полупериодов, используют четыре диода, собранные по схеме моста. При такой полярности на входе ток течет через одно плечо моста, а когда полярность меняется, ток течет через другое плечо. При этом оба полупериода ток течет через нагрузку в одну и ту же сторону. Мы собрали диодный мост по этой схеме. На входные клеммы подано переменное напряжение с частотой 1 Гц, а к выходным клеммам подключен вольтметр. Диодный мост переворачивает нижнюю часть синусоиды и напряжение на выходе пульсирует с частотой 2 Гц. Теперь ток течет по цепи оба полупериода, так что используется вся электрическая мощность. Поставим в качестве нагрузки галогенную лампу накаливания. И она мигает с удвоенной частотой 2 Гц. Одно мигание на полупериод напряжения. И в заключение надо сказать, что диодные мосты используются в блоках питания практически всех электрических приборов, питающихся от сети переменного тока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова